Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 30 января По народному месяцу слову Антон Перезимник, Антонина Половина Христиане чтут память преподобного Антония Великого, учредителя пустынного монашеского жития, жил в III-IV веках. День Антона Перезимника называли еще днем Антониной Половины, и то и другое означало, что половина зимы позади, пришла Антонина, зиме половина, и впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. Перезимник обнадежит, обтеплет, а потом обманет, все морозом стянет. Хитер Антон со всех сторон. Говорили по этому поводу в народе. А чтобы солнышко быстрее повернуло на лето, на Антона и Антонину пекли в избах круглые колобки из толокна, ели сами и угощали детишек, ведь колобки символизировали солнце. В народе 30 января было принято отваживать и путать нечистую силу, чтобы она дорогу к крестьянскому дому не нашла. Для этого хозяин рано утром выходил на улицу и пятился назад, показывая нечисти, что он домой идет. При этом след свой нужно было перечеркнуть острой палочкой, чтобы темным силам путь в дом был заказан. Согласно поверьям, не все духи враждебны человеку, а многие приходят ему на помощь. Домовой почти всегда привязан к своим хозяевам, а грозный дух овинник может даже защитить крестьянина от упыря и черта. Жил за печкой в крестьянском доме и добрый дух воструха, приглядывавший за хозяйским добром. Помогали людям амбарник и сарайник, духи хозяйственных построек, наводившие там порядок. Маленькие бяжки по ночам правили крестьянскую избу. А за всем хозяйством, говорят, надзирал баган, покровитель рогатого скота. Он присматривал за животными, увеличивал приплод, оберегал скот от болезней. С лешим охотники и пастухи всегда могли договориться. Они обещали лесному хозяину не убивать безнуждые зверей и птиц, не ломать деревьев и не вытаптывать травы. За это могучий дух обещал им безопасность. Не заводить в глушь и болото, не трогать стада, подогнать дичь и так далее. В этот день не забудьте заговорить свое добро от воров. Делать это следует до захода солнца. Если все верно сделать, то вор, войдя в вашу квартиру или дом, застолбится, станет как вкопанный и не сможет тронуться с места до тех пор, пока его святой водой не сбрызнут. В народном представлении болгар святой Антон и святой Афанасий день 31 января тесно связаны. Они считаются братьями-кузнецами, которые поймали и связали веригами цепью чуму. Сербы Косово этот день и последующие дни называли днями чумы, чуменидания. Вперене считают, что все болезни собираются в этот день, чтобы на следующий подступиться к людям. В день святого Антона женщинам нельзя прясть и вязать, а также готовить бобы и чечевицу, чтобы дети не болели корью и чтобы не сердить оспу, чуму и язву. Однако пекут специальный хлеб, который вручается на здоровье родным и близким. Но за запретами и обрядами и за погодой не забывали наблюдать, а потому примечали. Если небо заволакивается тучами, к метели. Безветренный, но облачный вечер к затяжной стуже. Весь день идет снег, весна будет поздней. Мудрости и радости вам, славяне! Братья-месяцы Мудрости и радости Мудрости и радости